Футбольный клуб Тюмень завершает сезон во второй по значимости Лиге России. Как известно, все самое вкусное принято оставлять на десерт. Спасибо за это календарю турнира. Ведь сегодня в гости пожаловал один из старейших российских коллективов – московская «Динамо», чтобы устроить настоящий большой праздник футбола. «Динамо» из-за неудачного выступления потеряла прописку в элите нашего футбола. И вот весь сезон команда с великой историей провела в Лиге статусом ниже, где и базируется наша родная Тюмень. Естественно, матч с таким клубом вызвал ажиотаж. Правда, болельщики со стажем жалуются. Посещаемость футбола у нас все-таки хромает. Люди идут только на Грандов посмотреть, а команду надо всегда поддерживать. С любым соперником, с кем бы ни играли. Ну, конечно, хочется, чтобы всегда выигрывали. Не успел заранее купить билет – вставай за ним в длинную очередь. И лучше оставить дома все лишнее. Болельщиков ждет тщательный досмотр. За моей спиной сейчас целая армия бело-голубых. Так называют себя представители «Динамовской торсиды». Сюда, в Тюмень, из Москвы прилетели около 700 фанатов московского клуба, чтобы поддержать любимую команду в последней игре сезона. И стар, и млад. «Динамовцы» в розах – так на фанатском жаргоне называют клубные шарфы – буквально заполонили центральную часть города в день матча. Мы просто решили собраться компанией друзей, которого мы все время ездим на выездные гостевые матчи. Ну и решили приехать отдохнуть. Не были в Тюмени, может быть, наверное, я думаю, что это последний шанс будет. Многих просто захлестывали эмоции. Как часто вообще удается выехать, поболеть за любимый клуб? Постоянно, всегда. На самом деле, у вездов много миллионов. Главное, отличные болельщики, мы все приехали победить. Лишь в одну команду мы верим! За нее всегда мы болеем! Никогда беде не оставим! Только Яшин, только «Динамов»! Лев Яшин – легенда и настоящий символ «Динамо». Лучший вратарь 20 века всю жизнь отдал только этой команде. Поэтому его имя широко тиражируется белоголубыми в плакатах, растяжках и кричалках. Ими москвичи с первых секунд погнали свою команду вперед. Тюменцы поначалу слегка рабели перед гостями. Но уже к концу первой половины тайма сибиряки на трибунах попытались перекричать столичных. В итоге «Динамо» огорчила Тюмень, забив два безответных мяча. Наша команда завершила сезон в середине таблицы. Теперь перерыв, а через два месяца снова в бой. С новыми силами. И хочется надеяться с большей армией поклонников.